Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Гермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Впуск тепла на постоянном контроле. Дома столицы региона продолжают подключать к теплоснабжению. Привить максимальное количество сотрудников. Трамвай на троллейбусном управлении города проверили вакцинацию без отрыва от производства. Все о налоговых уведомлениях и льготах. В Самаре начал свою работу мобильный налоговый офис. Открытие сквера первых космонавтов и день пожилого человека. Жители железнодорожного района Самары отметили сразу два значимых события. Не прихоть инспектора, а реальная защита жизни и здоровья ребенка. В областном центре прошел рейд по соблюдению правил перевозки детей. Уже этой осенью планируется сдать в эксплуатацию новую поликлинику в Волгаре. Процесс отделки на финальной стадии. В палатах монтируют оборудование. Новое медучреждение рассчитано на 700 посещений в смену. В перспективе оно может обслуживать население в 70-80 тысяч человек. Поликлиника в Волгаре – это 6 этажей свыше 13 тысяч квадратных метров. Здесь откроют женскую консультацию, палаты дневного пребывания, лечебно-диагностический блок, отделение хирургии и реабилитация. Также в здании расположится областной гипотологический центр. Всего за 5 лет в Самарской области построено 128 и отремонтирован 361 объект здравоохранения. В регионе возрождена санитарная авиация, а также полностью обновлен парк машин скорой помощи. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что такие темпы развития инфраструктуры здравоохранения – это повышение доступности и качества предоставления медицинской помощи. Это основа будущих успехов. Сотни новых объектов здравоохранения, тысячи единиц оборудования – огромный шаг вперед, дополнил глава региона. Бюджет города увеличился почти в два раза за счет поступлений из вышестоящих бюджетов. В Думе городского округа Самара прошло 49-е заседание депутатов 7-го созыва. На повестке дня – 7 вопросов. Их обсуждение началось с чествования и награждения новых почетных граждан Самары, которое прошло при участии главы города Елены Лапушкиной. Подробности в нашем следующем сюжете. Почетный гражданин Самары. Это звание – высшая форма признания, знак уважения и почета. На 49-м заседании городской думы глава города Елена Лапушкина и председатель думы Алексей Дегтев вручили награду Алексею Солоницыну. Писатель, кинодраматург, член Союза кинематографистов России. Он предан литературе и кино вот уже более полувека. На счету автора более 60 книг и свыше 50 документальных фильмов. Алексей Алексеевич, мы знаем уже не один десяток лет. Он несет культуру, духовную культуру. Это очень важно. Если еще не ознакомились с его творчеством, у него издана не один десяток книг. Он и драматург. То есть посмотрите, получите большое эстетическое удовольствие. Ну а теперь он наш почетный гражданин. Также наградой удостоился Константин Головкин. Посмертно. Самарский купец, меценат и художник внес огромный вклад в развитие Самары. В 1897 году Константин Головкин выступил инициатором создания художественного отделения Самарского городского музея. Сейчас в городе продолжают восстанавливать его знаменитую дачу – дом со слонами. Вообще в великом деле всегда стоят идеалисты, которые живут надеждой, живут своими стремлениями и в первую очередь живут любовь к родному краю. Таким был Константин Павлович Головкин. И я надеюсь, что в этом зале все тоже точно такие люди. Спасибо вам большое за это признание. Мы будем беречь, мы будем эту награду поставлять на всех выставках. Также на заседании в городской думе обсудили исполнение бюджета за первое полугодие текущего года. Увеличение бюджета произошло практически в два раза. Это и налоговое, и неналоговое поступление, и плюс межбюджетные трансферты. Это деньги вышестоящих наших бюджетов областного соответственно. Специалисты отмечают, городской бюджет социально ориентирован, используется успешно и эффективно. Средства в основном идут на обновление дорог, установку детских и спортивных площадок, строительство социальных объектов и жилых домов. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Специалисты ресурсоснабжающих организации коммунального хозяйства города продолжают подключать дома и соцобъекты Самары к отоплению. Напомню, что сезон стартовал 18 числа с учреждений соцсферы, а с 25 сентября теплоноситель постепенно начали подавать и в жилищный фонд. Этот процесс займет порядка двух недель. Актуальные задачи сегодня разбирали на еженедельном заседании профильного штаба. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Все подробности в нашем сюжете. Больницы, дома ребенка, школы и детские сады. В этих учреждениях люди проводят либо большую часть дня, либо находятся практически круглосуточно. Поэтому обеспечить комфорт в таких организациях – первоочередная задача во время начала отопительного сезона. С 18 сентября первыми батареи нагрелись в объектах соцсферы. Такая схема по этапной подаче ресурса действует на протяжении нескольких лет. Фактически с начала отопительного сезона, как только вышло постановление главы города, буквально на следующий день мы уже начали подключать систему отопления. Мы очень рады, что, как и все социальные объекты городского округа Самара, мы одними из первых начали получать теплоноситель. И школа уже вторую неделю соответствует температурному режиму. В этой школе их обеспечили для 1230 учащихся и 100 школ персонала, из которых 70 педагогов. Здание планомерно готовили к началу отопительного сезона, в том числе проводили опрессовку. Систему благополучно подключили, отрегулировали подачу теплоносителя. За благовременной подготовки к отопсезону и плавному пуску тепла мэрия и ресурсоснабжающие организации уделяют повышенное внимание. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов начать включать отопление в соцсфере, не дожидаясь наступления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение пятидневки. С 25 сентября процесс пуска тепла начался и в многоквартирных жилых домах. Процесс подключения не одномоментный, ведь жилищный фонд Самары насчитывает больше 10 тысяч зданий. Решение о подаче тепла принято для того, чтобы во время похолодания в домах уже было отопление. Систему будут настраивать еще некоторое время, чтобы жители не столкнулись с трудностями. Даже если произойдет какое-либо повреждение, то устранить его гораздо легче в период, когда на улице установилась теплая погода и неудобства для горожан минимизированы, отмечают специалисты. На сегодняшний день включено порядка 24,5% жилых домов, в то время как в прошлом году на эту же дату подключили 21%. Если говорить о социальной сфере всей общей, которая касается объектов здравоохранения, образования, детских, дошкольных учреждений и тому подобное, то включено 80,3%. В прошлом году было 72% на эту дату. Процесс подключения теплоресурса остается на постоянном контроле. Ближайшее совещание с участием руководства мэрии, представителей ресурсоснабжающей компании и администрации внутригородских районов состоится в субботу 30 сентября, чтобы четко определить задачи на следующую неделю, в конце которой обсудят вопрос работы горячей линии для приема звонков, касающихся отопления. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Борьба с пропагандой, употреблением и распространением наркотических средств – общее дело городской власти, полиции, прокуратуры и медиков. В администрации Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной прошло заседание антинаркотической комиссии. Прокурор города Артем Ерыгин, представители правоохранительных органов, профильных департаментов, учебных заведений и главных внутригородских районов обсудили ситуации, касающиеся незаконного оборота наркотиков в Самаре, а также вопросы формирования в обществе негативного отношения к распространению и употреблению запрещенных веществ. Приобретение наркотических средств в основном происходит с помощью интернет-сетей бесконтактным способом. За отчетный период выявлено 11 преступлений, связанные с организацией либо с содержанием притонов для употребления наркотических средств. Только за 8 месяцев этого года в городских больницах было зарегистрировано 142 случая острого отравления наркотическими средствами. Одной из приоритетных задач является профилактика наркомании среди несовершеннолетних. Для раннего выявления склонности к употреблению наркотиков в самарских школах проводится социально-психологическое тестирование детей и подростков на предмет выявления группы риска. Регулярно беседуют и с родителями учеников. В Самарской области продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться от сезонного гриппа можно не только в поликлинике, по месту жительства, но и на рабочем месте. Традиционно прививаются те, кто по роду своей деятельности находится в окружении большого числа людей. В группе риска работники городского пассажирского транспорта. О том, как проходит вакцинация на предприятиях, расскажем в нашем репортаже. Начальник маршрута трамвайного депо Наталья Матвеева вместе со своими коллегами в очереди в медпункт ТТУ. Она сама и ее подчиненные, водители и кондукторы, каждый год прививаются от гриппа. Это все для своей же безопасности и здоровья, рассказывает Наталья. Все время общаться с людьми, и всякие есть, и болеют, и не болеют. Поэтому обезопасить себя лучше привиться. Поэтому каждый год, начиная от ковида, мы прививались постоянно, а потом, значит, от гриппа. По словам директора трамвайно-троллейбусного управления Михаила Ефремова, на сегодняшний день от гриппа вакцинировались уже 70% работников предприятия. Каждую осень по договоренности с медучреждением сюда приезжает бригада врачей. На вакцинацию сотрудников отводится несколько недель, чтобы прививку успели сделать все желающие. Мы работаем с нашими городскими поликлиниками. Никаких неудобств, никуда не идти. Пришел, сделал прививку и пошел заниматься дальше своими делами. Подобные профилактические мероприятия в преддверии сезона гриппа и ОРВИ проводятся на всех предприятиях, обеспечивающих работу городского общественного транспорта. Весь персонал, который идет в контакте с большим количеством пассажиров, это в первую очередь кондукторы, во вторую очередь водители, вот это те люди, которых мы призываем и которые сознательно уже тоже не первый год идут и делают вот эти прививки. Потому что понятно, что есть риск, большое количество людей, ты и сам можешь заразиться, и если заразишься, ты еще и большое количество пассажиров, кому можешь передать этот вирус. По словам медиков, вакцинация предназначена для ранней профилактики сезонного гриппа. Прививаться рекомендовано ежегодно за 2-3 недели до начала активного распространения вирусов. Текущий сезон самый оптимальный для этих целей. Переносится вакцина очень хорошо, абсолютно без побочных эффектов. Естественно, какие-то мы, раз мы задаем вопросы на предмет того, чтобы выявить, у кого противопоказания для вакцинации, это, как правило, острые вирусные, которые в настоящий момент болезни протекают. А переносится вакцина хорошо, противопоказаний нет у этой вакцины. Перед тем, как сделать прививку, врачи производят осмотр и проверяют базовые показатели здоровья. В прошлом сезоне я переболела гриппом. И произошло это в самый неподходящий момент. Больше не хочу. Тем более привиться можно прямо во время съемки сюжета. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. В администрации Кировского района сегодня работал мобильный налоговый офис. Специалисты рассказали о начале рассылки налоговых уведомлений, льготах по уплате налога на имущество, возможностях личного кабинета на сайте профильного ведомства. Подробности у Светланы Тимофеевой. Константин Любименко давно пользуется сервисом госуслуги, где открыл личный кабинет налогоплательщика. Но от приглашения посетить мобильный налоговый офис отказываться не стал. Мы движемся вперед, какие-то нововведения постоянно. И для ознакомления всегда полезно, для новой информации. Сегодня мобильный налоговый офис работал в администрации Кировского района Самара. Специалисты налоговой рассказали жителям, представителям администрации, управляющих компаний и общественных организаций о существующих сервисах, которые ведомство использует для уплаты налогов и обращений граждан. Самое оптимальное – это открыть личный кабинет. Это открывается либо через портал госуслуг, либо непосредственно в любом налоговом органе получается пароль для доступа в личный кабинет. Это самый оптимальный путь для оплаты налогов. Мы стараемся, мы хотим, чтобы налогоплательщики экономили свое рабочее время. Администрация Кировского района с налоговой службой взаимодействует на постоянной основе в рамках рабочих групп. Но в формате мобильного налогового офиса работает впервые. Многим интересно, на самом деле, и важность дополнения бюджета местного понимают и налогоплательщики, и налоговые органы, и администрации. Поэтому это, наверное, интерес взаимный. Слушателям семинара рассказали о рассылке уведомлений об оплате физическими лицами налога на имущество. Сделать это необходимо до 1 декабря 2023 года. Иначе со 2 числа будут применяться штрафные санкции. Оплатить имущественный налог можно в отделении банка или почты. Но самый быстрый и простой путь – через личный кабинет. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других темах. В четверг, 28 сентября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. По предварительной информации, около 6 часов утра на 35-м километре автодороги Р-229 в Волжском районе женщина-водитель Лада Калина выехала со второстепенной дороги на главную, где столкнулась с пустым нефтевозом Ситрак. Водитель легкового автомобиля погибла, уточнили в ведомстве. На месте работают сотрудники полиции. В Самарской области пенсионерка по вине мошенников лишилась квартиры. В отдел полиции города Отрадный обратилась 62-летняя женщина с заявлением о хищении свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Самарской области. Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась сотрудником полиции и убедила, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил деньги для спонсирования противоправных действий. Чтобы не стать сообщницей и поймать его, необходимо взять встречные кредиты. А если суммы не хватит, продать жилплощадь за любую цену. Мошенница пообещала, что деньги и квартиру ей позже вернут. Пенсионерка связалась с рекомендованным мошенниками-риэлтором и оформила сделку по продаже недвижимости. Покупатели квартиры передали женщине свыше полутора миллионов рублей, которые она перевела на лицевые счета мошенников. Также она взяла кредиты в различных организациях на общую сумму свыше 200 тысяч рублей и тоже перевела их на так называемый безопасный счет. В Самаре в парке дружбы в субботу 30 сентября откроется выставка ретроавтомобилей, военной техники и мотоциклов. Любители старинных авто смогут посетить экспозицию с 10.00 до 16.00. Вход свободный. Самарцы увидят десятки автомобилей родом из СССР, в том числе производство Волжского автомобильного завода. Здесь также покажут отреставрированные образцы машин времен Великой Отечественной войны, включая трофейные. На выставке для ценителей мототехники приготовят модели раритетного двухколесного транспорта. Все автомобильные локации будут доступны для фотосессий без ограничений. С 1 октября скоростной поезд «Ласточка» будет ежедневно останавливаться на платформе имени Валерия Грушина. Об этом сообщили в РЖД. Ранее поезда останавливались на этой платформе только во время Грушинского фестиваля и других мероприятий, проводимых на Мостряковских озерах. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании. Сразу два события отпраздновали жители железнодорожного района Самары. Открытие после реконструкции сквера первых космонавтов и День пожилого человека. Как прошел праздник, расскажет Галина Топилина. Ирина Пивоварова всю жизнь прожила рядом со сквером первых космонавтов. Рассказывает, для местных жителей это общественное пространство всегда было излюбленным местом для прогулок и отдыха. Но постепенно становилось очевидно, что сквер нуждается в обновлении. В этом году локацию благоустроили за счет средств городского бюджета. Наши просьбы какие-то, наши желания, чаяния выполнены. Ну просто здесь замечательно. Ну ходить отсюда не хочется. Хочет приходить гулять. С внучкой я буду приходить сюда гулять. На велосипеде там, на всем детям кататься. Просто стало отлично. Спасибо большое за этот ремонт. Сквер первых космонавтов получил свое название в 2014 году. В центре фонтан из тематической мозаичной композиции. Его реконструировали в 2021. В этом году в сквере полностью обновили покрытие. Привели в порядок зеленые насаждения. Высадили цветы. Установили новые лавочки, урны, элементы уличного освещения. Открытие сквера первых космонавтов решили приурочить ко дню пожилого человека. На импровизированной сцене в сквере выступили артисты. Прозвучали поздравления от представителей администрации железнодорожного района. Мы всегда каждый год честуем наших людей серебряного возраста. Благодарим их за активную позицию, за их взгляды, за их требования к тому, чтобы все было вокруг благоустроено, чисто, красиво, аккуратно. И сегодня мы будем особых активистов поздравлять, награждать, дарить памятные подарки. Сквер первых космонавтов станет площадкой для проведения различных культурно-массовых и патриотических мероприятий. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Детское кресло в машине не прихоть инспектора, а реальная защита жизни и здоровья ребенка в случае ДТП. Контрольные рейды госавтоинспекторы Самары проводят почти ежедневно. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, в которых есть дети, и проверяют, правильно ли их перевозят. В очередной рейд отправилась Елена Чернявская. Сотрудники госавтоинспекции продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Их основная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Светлана – водитель со стажем, и она на личном примере показывает, что нужно пристегнуться не только самой, но и позаботиться о безопасности своих детей. Во-первых, это его же безопасность, и это мое спокойствие на дороге. А других вариантов я не вижу, чтобы ездить за рулем спокойно. Нарушение правил перевозки пассажиров, транспортных средств, в том числе детей, является одним из видов правонарушений, представляющих реальную угрозу их жизни и здоровью. Наличие детского кресла в автомобиле необходимо. Это подтверждают и цифры статистики аварии на дорогах Самары. На территории города Самары за 8 месяцев текущего года произошло 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 102 несовершеннолетних, один ребенок у нас погиб. Из 99 дорожно-транспортных происшествий 29 произошли именно с пассажирами, то есть пострадали дети-пассажиры. И поэтому мы на постоянной основе проводим профилактическое мероприятие детское удерживающее устройство. Сотрудники госавтоинспекции провели с водителями разъяснительную беседу. Напомнили, что пассажиры до 7 лет должны перевозиться только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту, весу и росту. Если ребенку исполнилось 7 лет, он может пристегнуться ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сидении. Автокресло в случае аварии позволяет защитить детей от травм и снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. За выявление водителей, которые нарушают правила перевозки детей, предусмотрена административная ответственность в размере 3000 рублей. В ГИБДД напоминают, что одной из наиболее действенных мер по защите водителей и пассажиров, в особенности детей от травм при ДТП, является использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств. Елена Чернявская, Петр Паломеев, События. Ежегодно 30 сентября в России отмечают День интернета. В городской библиотеке номер 5 прошла познавательная встреча для молодежи, посвященная интернет-серфингу. Посетители узнали интересные факты о появлении глобальной сети. Подробности в нашем следующем репортаже. Николаю Осипову 26 лет, и у него два высших образования, одно из которых инклюзивное. Несмотря на ментальные нарушения, молодой человек ведет активный образ жизни, работает помощником программиста. Любит заниматься творчеством, рукоделием, читать электронные книги. А еще он уверенный пользователь интернета. Сегодня в составе группы Центра социальной реабилитации Николай пришел в библиотеку, но не за книгой, а для того, чтобы узнать современные тенденции всемирной паутины. Очень понравилось узнать в интернете информацию о том, что, например, если мессажерку удалите фотографии, то в Олобоке не останутся все данные. Потому что нельзя много личных данных хранить в интернете. А то он может попасть в мошенник. И, например, приезжать сейчас скидывать фотографии, то есть выкладывать, надо согласовывать с друзьями. У нас основная задача – это социальная реабилитация. Наши ребята с каждым годом становятся более продвинутыми пользователями в сети и учатся искать нужную информацию, устанавливают такие, как пребывалки, какие-то пользуются соцсетями. У нас есть группа в соцсетях, где мы выкладываем свою информацию, рассказываем о себе, чтобы другие ребята видели и тоже к нам приобщались. Гостями сегодняшнего мероприятия стали люди с ограниченными возможностями здоровья. Им рассказали, как пользоваться интернетом, какие существуют правила, отдельно затронули вопрос безопасности в сети. Интернет сейчас охватывает практически все стороны жизни. Это и коммунальные услуги, это и расчеты, это и просто общение, это социальные сети. И везде мы должны быть на чеку, так сказать, для того, чтобы не попасться и к мошенникам, и чтобы нам самим не заразить свой компьютер, например, вирусами. Это тоже сейчас распространенная проблема. То есть внимательно следить за тем, как мы ведем себя в интернете, куда мы ходим, что мы смотрим. Такие встречи позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья не только социально адаптироваться. Новые знания позволяют получать основные представления о современных информационных технологиях. Елена Чернявская, Петр Паломеев, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В общественном транспорте Самары с 1 сентября действуют скидки при оплате проезда картой жителя Самарской области и картами МИР через смартфон, напоминает в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. Скидка составит 8 рублей при оплате картами МИР, 10 рублей при оплате картой жителя. На выданном билете будет отображаться полная стоимость проезда по безналичному расчету, но списание денежных средств с карты произойдет с учетом скидки. Жители региона смогут поклониться небесному покровителю русского воинства. В телеграм-канале Советского района сообщают, что с 5 по 7 октября в Софийском соборе будет находиться ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Самара стала частью общенародной акции «Всероссийский молебен о победе». Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца из троицы Сергеевой лавры побывает во всех 89 регионах России. Каждый желающий сможет поклониться святым мощам. В Софийский собор доступ к святыне будет осуществляться с 8.00 до 20.00, 7 октября с 8.00 до 19.00. В Самарском районе города провели фестиваль «Золотая осень». В ходе мероприятия наградили дипломами и памятными подарками самых активных жителей района – победителей конкурса «Цветущий Самарский район» в различных номинациях, а также участников осенней выставки «Богатство осени». Организованный ТОС «Самарский», ТОС «На набережной» и ТОС «Исторический» говорится в телеграм-канале Самарского района. Бесплатная аренда технических средств реабилитации доступна каждому, напоминают в телеграм-канале Департамента опеки. Зачастую в инво-технике нуждаются не только люди с инвалидностью. Каждый может попасть в ситуацию, когда срочно нужны костыли, ходунки, пандус или даже коляска. Все это и многие другие ТСР можно взять в бесплатную аренду в инклюзивном ресурсном центре. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.